Всем привет, друзья! Это Рахат Лукум прямо из Турции. Сейчас хочу показать вам, как забронировать отель с хорошей скидкой. Они пишут даже, что со скидкой до 60%. Понятно, что говоря до, подразумевается, что может быть и 5%, и 10%, и 20%, и иногда даже 60%. Что для этого нужно сделать, зайти на сайт hotellook.ru. Ссылка на этот сайт будет в описании под данным видео. И затем на главной странице нужно написать город, если мы знаем название отеля или же место, куда мы хотим поехать. Сейчас мне нужно забронировать отель в городе Стамбул. На примере этого города мы с вами рассмотрим, как это можно сделать. Так, я пишу Стамбул. Пока просто целый город Стамбул, Турция. Даты, которые мне нужны, это февраль с 10 по 11 февраля на двоих. Так, посмотрим, что нам предложат сейчас. Ждем, пока загрузят все варианты. Здесь также можно выбрать и валюту. Я поставлю доллары. Для меня это проще. Проще ориентироваться. Вот вариантов полно по всему городу Стамбулу. Здесь также можно использовать различные фильтры, количество звезд, тип размещения, район также можно выбрать, который нам необходим или который нас интересует. Определенные удобства и так далее. Можно также воспользоваться и картой. Нажмем отели на карте. Вот нам здесь видно, что очень много вариантов. Я ищу отель недалеко от аэропорта имени Ататюрка. Вот мы нашли этот аэропорт и видим, что в принципе не так много и отелей здесь есть, но есть они. Воспользуюсь фильтром по цене, потому что цены могут быть разные. Я ищу недорогой отель. Вот до 45 долларов на двоих за ночь. Видим, что осталось еще меньше вариантов, но они тем не менее есть. Вот очень дешевый, есть за 15 долларов. Посмотрим на него сейчас, что они нам здесь предложат. Скорее всего за 15 долларов это будет какой-нибудь хостел, но вполне вероятно, что в этом же отеле, может быть немного дороже, будет хороший номер. Пока он ищет все номера, мы посмотрим еще другие цены, что здесь есть. Видим, что есть варианты в пределах до 45 долларов. Итак, что мы здесь видим? Да, в этом отеле за 15 долларов можно забронировать одну кровать в женском общем номере. Мне это не подходит. Вот есть двухспальный номер, двухспальной кроватью, можно выбрать в принципе и две односпальные, всего лишь за 28 долларов. Это очень неплохая цена. Давайте мы перейдем на сайт и посмотрим более детальную информацию. Вот с этого сайта мы и будем бронировать, если нам все подойдет. Да, вот двухместный номер Deluxe. Видим, что на него сейчас скидка. Прежде чем бронировать, давайте посмотрим фотографии. Номер очень неплохой, приятно выглядит, уютный, как кажется. В принципе, все подходит. Так, если все подходит, нажимаем забронировать и переходим на страницу бронирования. Вот они нас просят ввести контактные данные, имейл, имя, фамилия. Но у меня здесь есть мой аккаунт, я зарегистрировался на сайте островок.ру. Сейчас я зайду под своим логином и паролем. Вот, также можно ввести имя второго гостя. Не обязательно, но на всякий случай это сделаем. Затем нажимаем продолжить. Дальше они предлагают нам дополнительно за 5 долларов 32 цента купить пакет спокойствия. Вот что в этот пакет входит, вы видите. Дополнительные услуги, повышение качества обслуживания. Вот, начисляют 100 рублей еще на ваш счет. Они у них в снах измеряются, но это один к одному. Если вам интересно такое предложение, то можно добавить этот пакет. Если вам это не надо, то нажимаем не добавлять пакет спокойствия и нажимаем продолжить. Все, после этого мы вводим данные нашей банковской карты, номер карты, срок действия, имя владельца, например, ваше имя или имя того, кому эта карта принадлежит, и затем трехзначное число на обороте с нашей карты. Ни в коем случае никому не сообщайте эти данные с карты, потому что они могут воспользоваться злоумышленники. Вот эти данные должны быть только у вас. После ввода этой информации нажимаем завершить бронирование. Затем немного ожидаем. Процесс бронирования может занять несколько минут. Вот. Номер недоступен. К сожалению, в отеле не осталось свободных номеров по выбранному тарифу. Ага. Вот. Но за такие неудобства они нам предлагают еще дополнительную скидку в 5%. Хорошо. Нужно тогда ее скопировать и посмотрим, сколько этот номер будет стоить сейчас. Я думаю, что учитывая скидку, то цена в принципе останется какой и была. Вот сейчас номер уже стоит 30 долларов. Для того, чтобы воспользоваться этой скидкой, нужно нажать на промокод и вставить наш промокод. Вот видим, что в принципе цена такой и осталась. Наверное, 50 центов столов дороже. Ну ладно, это незначительная разница. Все. Снова делаем те же действия. Вводим номер карты и нажимаем завершить бронирование. Вот снова немного подождем. Надеюсь, в этот раз все у нас получится. Все будет нормально. Готово. Вот и все. Смотрим дальше. Вы успешно завершили бронирование. Подтверждение бронирования отправлено на ваш адрес. Можно посмотреть его и здесь. Видим, что этот номер полностью оплачен. Вот что входит в стоимость проживания. Бесплатный чай, кофе, завтрак. Все. Затем мы можем распечатать подтверждение прямо с этой странички на русском или на английском языке. Понятно, что если мы едем за границу, то лучше распечатать на английском языке. Они там могут не знать русский. Дальше сохраняем его в себе на рабочий стол, там в папку куда-то или же просто распечатанное. Вот как видите, ничего сложного в этом нет. Пожалуйста, также пользуйтесь этим сайтом. Очень удобно. В течение 5 или 10 минут вы можете найти и забронировать очень неплохой отель по хорошей цене, еще и со скидкой. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.